Вот это пространство жизни. Мы это понимаем. Вот здесь стартствует как раз таки вот этот самый момент подсознание. Оно здесь рулит. Почему? Оно просто тупо сильнее нас. Во много раз сильнее. С этой позиции нам никогда не переиграть подсознание. Но мы можем переиграть с другой позиции. Какой? У нас есть другие пространства. Какие? Пространство рода элементарно. Есть какое-то большое пространство. Там куча энергии. И с этим пространством надо как-то работать. Этой энергией надо распоряжаться. Это очень мощное, сильное пространство. Но в последние столетия у людей отнимается как бы доступ к этой энергии. Появляется вот такой, знаете, Иван и Родства непомнящий. Чем меньше цивилизации, как ни странно, мы этот момент помним. Ну, допустим, у нас у казахов принято знать как минимум семь своих предков. А так надо четырнадцать знать. Ну, то есть ты называешь два имени. Седьмого своего предка и четырнадцатого. Понимаете? Я когда сыну показываю наши родословные, я показываю ему сорок четыре человека подряд. Мужчины, которые идут с братьями. Только с братьями. Все сестерами писали. И показываю ему. Ты посмотри, а тридцать второй кто? Кто такой Тимуджин? Я говорю, понятно, да? То есть, сынок, не бойся ничего. После 25 лет у нас это открывает. Ну, то есть, посмотри, у нас это есть. То есть огромное пространство. Оттуда можно черпать что? Где ты энергию? А где ты информация? Где ты нужной стратегии? Вот это пространство рода. С ней надо разбираться. Род когда-то начинается? Когда-то заканчивается? Когда он начинается? В каком моменте начинается род? Нет, род. Род ваш. Откуда ваш род начинается? И когда он закончится? Третьего, шестого и девятого ребенка от одних этих родителей. Третий, шестой, девятый, двенадцатый. Ловили? Это не случайные цифры. Три, шесть, девять. Только с этих людей. Первый ребенок, он идет по линии отца, по энергетической линии отца. Второй ребенок идет по линии матери. Третий ребенок это родоначальник нового рода. Он обычно не похож ни на кого. Внешне он может на кого угодно быть похож, но по энергиям другой. Он пляшет сам от себя. Понятно. И шестой такой же. Потому что четвертый, он тоже по линии отца стоит, но запасной игрок. Пятый, он по линии матери, запасной игрок. Шестой, он родоначальник нового рода. Поэтому род не начинает у меня с Чингисхана или там с кого-то. Он у меня начинает с какого-то предка, который был третий, либо шестой, либо девятый. Все. Мы на энергию рода разбираемся. Там есть моменты о мертворожденные дети, а выкидыши, аборты. Дети, умершие до года, они за что-то не идут. Почему? Понятно, да? Ну не случайно детей, которые родились молодец, муж уходили, их даже хранили и там особо ничего не ставили. Забывались, стирались. Это ну развоплотился. Душа развоплотилась. Так вот смотрите, вот, пространство рода. Здесь надо эту энергию взять на себя в управлении. Те, кто на энергию рода заходит, я просто говорю, вы хозяева родоначальника этого рода. Ну как бы, вы управители рода. Почему? А потому что вы здесь. Этот сад надо, в этом, здесь надо работать, его расчищать надо в основном. Что делать? Ну как садовник работает? Осенью приходит и начинает там, то есть я помню в саду там, эй, ты что делаешь? Что делаешь? Смотри, он говорит, ну ладно, здесь надо оставить всего две-три. Потом у тебя такая каша малаша здесь получит. Ну серьезно? Да, вот. А мне жалко было, красиво же. Когда много веток. Нет, 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 нет. А что такое управитель рода? Он просто своим взглядом меняет. Он причем взаимодействует с так называемым духовным управительным родом. То есть тоже по этой энергии уже духа, уже ушедшего человека с этого рода, который вам помогает с той стороны. И такой человек управляет энергией. Ну допустим, посмотрел на девочку и говорит, вау, вот все, у нее все будет хорошо. Почему? Она усилит наш род. А на другого посмотрел, все, отрезал как выродок. Почему? Пьет. Этот человек не усилит наш род. Все, отрезали его. Раньше это были, ну в основном, женщины. Почему? Просто дольше жили. Понятно, да? Не потому что женщины, а потому что дольше жили. Кто-то должен был управлять родом. А сейчас получается, я вот у большинства свалю там, это просто запущенный сад. Мы с трудом, мы с некоторыми людьми, они не могут вспомнить ни дедушку, ни бабушку. Имен не могут вспомнить. По энергиям. Только по энергиям их ищем. То есть это надо энергию восстанавливать. Огромное как бы пространство. Чтобы выйти в предназначение, нам нужно получать ресурсы, в том числе ресурсы из такого пространства в нашей жизни, как пространство нашего рода. Энергия рода – это наш недооцененный ресурс. Пришло время разобраться в хитросплетениях родовых узлов и линий, принять на себя функцию главы рода, возглавить эту энергию, получить этот мощнейший ресурс в своей жизни, в свое управление. И 19 ноября мы начинаем курс по энергии рода. Это курс дистанционный. Вы можете подключиться к нему из любой точки планеты, поработать над собой и получить результаты прямо здесь и сейчас. Проработать многие проблемы, перевести их в область задач, решить и получить результат. Дорогие друзья, регистрируйтесь, не откладывайте это на последний момент, убирайте стратегию, прыгайте в последний вагон уходящего поезда, включайтесь в этот процесс. Если у вас екнуло, есть отвлек, просто берите и делайте. Включайтесь. Всего доброго, ждем вас. До свидания.